Отношения между парламентом и Белоруссией и Азербайджаном складываются очень хорошо. Это тот случай, когда межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями государств. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Азербайджана. Как отметил президент, он наблюдал за визитом Закивы Сава-Гафаровой в нашу страну и поблагодарил гостю за проявленное уважение к Великой Победе. Накануне председатель парламента Азербайджана возложил и цветы к монументу. Это самое лучшее доказательство, что ценности наших народов совпадают. Жители Азербайджана, так же как и белорусы, помнят общий подвиг. И это не единственное совместное достижение наших народов. Отмечу, дипломатическим отношениям между странами в прошлом году исполнилось 30 лет. Установленное в 1993-м политическое взаимодействие не прерывалось. Что касается контактов, они носят динамичный характер, причем на всех уровнях. Александр Лукашенко вспомнил свой недавний визит в Азербайджан и подчеркнул, что Беларусь готова оказать всю необходимую поддержку в восстановлении возвращенных территорий. Но этим сотрудничество не ограничится. Я с цеплотой вспоминаю мою поездку в Азербайджан недавнюю. Мы давно этот план с Ильхом Гидайровичем наметили. Он сел за рюр автомобиля и провез меня по всем практически территориям, которые сейчас освобождены и которые нужно восстанавливаться. Бывая в Шуше, я ему сказал, что вы живете в раю. Такого места побывал во многих местах планеты нашей, я нигде не видел. Чистый воздух, прекрасная природа. Я уверен, что вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах. Определили какие-то направления. Препятствий никаких нет. Торговый оборот у нас неплохой, но он разбалансирован. Мы понимаем, что нам надо больше покупать товаров в Азербайджане. Но мы это отрегулируем. Большая делегация находится Азербайджана здесь. С Ильхом Гидайровичем мы разговаривали о тех направлениях, которые надо нам интенсивно развивать. Словом, закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать. Но я уверен, что наши парламентарии этот процесс обеспечат законодательно. В Карабах в Беларусь поставляют материалы, необходимые для строительства и реконструкции. В перспективе развивать сельское хозяйство через поставки крупнорогатого скота элитных пород, а также создание молочно-товарных комплексов и фермерских хозяйств. Как отметил Александр Лукашенко в ходе визита в Азербайджан, просто вернуть людей в Карабах мало. Необходимо создать рабочие места и обеспечить гражданам достойную жизнь. Это займет годы, но Беларусь готова подставить плечо. И жители Азербайджана это ценят, о чем президента проинформировала Сагиба Гафарова. Весь Азербайджан следил за вашим визитом. И я хочу вам сказать, тот след, который оставил ваш визит, он, конечно, будет надолго в памяти нашего народа. Наши отношения связывают очень глубокие корни. И сегодня очень отрадно, что эти отношения раздеваются на той прочной основе, которая уже есть. Вы сказали о том, что я приехала в дружественную Беларусь. И от себя хотела бы добавить и братскую Беларусь. Связывает, как я уже сказала, нас очень многое. А самое главное, в это очень трудное время, время двойных стандартов, время, когда очень многие ценности, они просто исчезают на глазах. Наши народы связывают эти ценности. И самое главное, что мы должны сделать, мы должны развивать это отношение к этим ценностям у нашей молодежи. Напомню, в прошлом году взаимный товарооборот между странами превысил 400 миллионов долларов. Цель – достичь миллиарда. И возможности для этого есть. О конкретных совместных проектах лидеры договорились в Азербайджане. Старт некоторым из них уже дали. Еще одно мероприятие в графике президента – доклад председателя ЦИК. Он начался с вручения первому удостоверения председателя Всебелорусского народного собрания. Напомню, на эту должность Александра Лукашенко избрали на заседание ВНС, которое прошло в новом конституционном статусе в конце апреля. Игорь Карпенко доложил главе государства о подготовке к предстоящей президентской кампании. Она является частью избирательного цикла, через который сегодня проходит Беларусь по новому законодательству, которое дорабатывали с учетом обновленной конституции. Как доложил председатель ЦИК, избирательный кодекс опробировали в ходе единого дня голосования. Результаты проанализировали и выявили ряд некритичных нюансов, которые предстоит доработать к началу президентской кампании. Время непростое, но пока половину пути мы прошли довольно успешно. Дай Бог, чтобы и до выборов так было. Ты предлагаешь определиться хотя бы в первом приближении о выборах президента, когда их может быть лучше проводить. Парламент примет решение, но точка зрения моего мы обсудим. И некоторые детали этих выборов, начиная от приглашения международных наблюдателей и заканчивая там работу с избирателями. Поэтому я готов эти вопросы в первом приближении обсудить. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и других вопросов. Мы должны провести достойно эти выборы, не обидеть людей. Вот это главное. Выборы для народа, для нашего государства, но не обидеть людей. Отмечу, согласно законодательству, выдвижение кандидатов в президенты возможно только через сбор подписей. Необходимо не менее 100 тысяч. Дату президентских выборов определит Палата представителей. Они должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Сегодня ЦИК продолжает работу по правовому просвещению граждан, работает с активом, кто занимался организацией голосования в ЕДГ. Уже проведен ряд семинаров с местными исполкомами. Также в ходе доклада Игорь Карпенко затронул тему присутствия международных наблюдателей. Подробности в нашем следующем эфире. Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС по формированию нового миропорядка. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны, выступая на расширенном заседании министров иностранных дел БРИКС+. Как отметил Сергей Олейник, сейчас есть запрос на новые формы сотрудничества, которые открывают пути для равноправного диалога. Но Запад хочет сохранить доминирование, что дестабилизирует ситуацию в мире. Это касается как безопасности. Мы видим это на примере Украины и Палестины, так и экономики. Многие государства, в том числе Беларусь, попали под односторонние западные санкции. Но страны БРИКС обладают и достаточной силой, чтобы напрямую влиять на международную повестку и ускорить переход к многополярной системе. Что касается заявки Беларуси на вступление в БРИКС, то Москва готова оказывать нам поддержку. Минск подал заявку в прошлом году, провел нужные законодательные перенастройки. Беларусь поддерживает и разделяет основные подходы БРИКС по актуальной повестке. Но на процесс присоединения новых членов может влиять текущая ситуация в организации, которая в прошлом году значительно расширилась и сейчас нацелена на гармоничную интеграцию новичков в систему отношений БРИКС. Мы в Москве, безусловно, на 100%, на 150% поддерживаем заявку Республики Беларусь. Мы считаем, что БРИКС с присоединением Беларуси, конечно, приобрел бы дополнительную динамику и дополнительные возможности для практической работы по всем трем главным направлениям, где БРИКС функционирует. Это политика и безопасность – первое направление, экономика и финансы – второе, и гуманитарные контакты, связи между людьми, культурное взаимодействие – третье направление. Беларусь сильна по всем этим азимутам. Официальному заседанию предшествовали двусторонние встречи. Министр иностранных дел Беларуси провел переговоры с коллегами из Лаоса, Шри-Ланки. Во время встреч стороны обсуждали межгосударственное взаимодействие и сотрудничество в рамках международных организаций. Политическим хаосом и социальным взрывом закончились для Франции выборы в Европарламент. По всей стране вспыхнули протесты недовольных итогами голосования. Напомню, там ультраправая партия, национальное единство, возглавляемая Мари Ле Пен одержала оглушительную победу, набрав более 31% голосов. Таким образом, разграблена коалиция действующего президента Макрона, которой, как оказывается, доверяют около 14,5% избирателей. На этом фоне президенту пришлось объявить о распуске парламента. Новость заставила сотни тысяч французов выйти на улицы. Шествия митинга проходили в Париже, Марселе, Страсбурге и других городах. Демонстранты несли плакаты, в которых называли итоги голосования «катастрофы для Франции». Протестующие возводили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины. В дело пришлось мешаться усиленным нарядам полиции. Для наведения порядка они применили дубинки и слезоточивый газ. Однако это вряд ли погасит социальный пожар, которым сейчас охвачена вся Франция. Впрочем, она не единственная, где правые вышли из тени. В ФРГ «Альтернатива для Германии» набрала более 15,5% голосов. В Малавии при крушении самолета погиб вице-президент страны Саулус Чилима. Обломки воздушного судна были обнаружены в лесу почти сутки спустя того, как лайнер пропал с радаров. Жертвами катастрофы стали и девять сопровождающих лиц вице-президента. Лидер Малавии объявил национальный траур. Самолет вылетел утром 10 июня из столицы, но через некоторое время исчез радаров. В поисковой операции было задействовано несколько сотен военных, полицейских и авиации. Что послужило причиной крушения, не сообщается. Вице-президенту Малавии Саулусу Чилиме был 51 год. Высокий пост он занимал с 2014 года. Последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической задачей для Беларуси. Об этом заявил министр образования нашей страны Андрей Иванец на пленарном заседании Международного форума «Формируя будущее», который принимает Казань. Среди приглашенных участников – министры общего и высшего образования Беларуси, Китая, Ирана, Индии, Бразилии, Мексики, Кыргызстана и других стран. Соглавные темы встречи – актуальные вызовы международной образовательной среды, воспитательная работа с опорой на сохранение духовно-нравственных традиционных ценностей, особенности организации детского отдыха и работы с молодежью. Летний военно-патриотический лагерь открыт в Грудно. Дети живут в палатках, которые установлены на территории 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Здесь не первый год принимают школьников. Для них подготовили целый ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Занятия с ребятами проводит офицерский состав бригады. Их учат собирать и разбирать автомат, бросать гранату, а также основам тактики и военной медицины. Увлекаюсь военной тематикой, мне все это интересно, нравится, хочется потрогать, пощупать, посмотреть, как любят солдаты. Быть этот армейский может, потом в войска пойду. Военно-патриотическим воспитанием надо заниматься с самого детства. Все-таки это люди, которые в дальнейшем станут на защиту нашего государства. За несколько дней школьники познакомились с историей бригады и преодолели полосу разведчика. Уже завтра в лагере примут очередную группу детей. Вторая смена будет не менее увлекательной. И о высочайшем достижении наших коллег. Сегодня в 7.35 на высочайшую точку Европы гору Эльбрус был поднят флаг телекомпании «Столичное телевидение». Восхождение в составе интернациональной альпинистской группы совершила корреспондент нашего канала Ольга Масловская. Флага стоя на вершине Эльбруса. Высочайшая точка Европы. Наша интернациональная группа дошла. Белорусы, россияне, китайцы. Мы на вершине. Это достижение я посвящаю своим дедам, которые воевали и победили. Ольга Масловская. Беларусь. Новости. Покорению вершины предшествовала долгая подготовка. Сначала дома, а потом в Приэльбрусе. Прежде чем начать восхождение, группа альпинистов совершила несколько адаптационных выходов. К кислородному голоданию организм приучали на высоте 3000 метров, 3400 метров и 4800 метров. На штурм выдвинулись накануне в 3 часа ночи, взяв курс на западную вершину Эльбруса. Ее высота составляет 5 642 метра над уровнем моря. Поздравляем с вершиной. Вы на вершине Эльбруса.